Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 всё равно рационально, в том числе и к оформлению кредита, то есть с холодной головой. То есть когда мы приходим в банк за кредитом, наша голова должна быть абсолютно холодной, и мы должны трезво оценивать ситуацию, скажем так. И для чего это нужно? Это нужно именно для того, чтобы как раз проверить все условия. Зачастую банки, да, вы видите, что в рекламе идёт 1% ставка, а когда ты обращаешься в банк уже непосредственно за тем предложением, которое ты увидел в рекламе в телевизоре, то оказывается на самом деле, что ставка-то совсем другая, и она намного выше. И почему? Потому что внизу экрана написано, что данное предложение, допустим, действует только для зарплатных клиентов, данного банка, который обслуживается в банке не менее одного года, допустим, да, или ещё какие-то дополнительные условия. Вот на такие условия как раз и нужно обращать внимание. Поэтому закон Российской Федерации, он работает следующим образом, тем более закон о рекламе финансовых продуктов и услуг, о том, чтобы банк раскрывал все основные условия банковских продуктов. Поэтому они хитрят, конечно, когда размещают условия мелким шрифтом, да, ну, обращайте, не смотрите на картинку, там, ну, Иван Урган красивый, да, там ещё кто-то, какой-то актёр, да, безусловно, но обращайте внимание именно на этот текст, который указан внизу экрана мелким шрифтом. Тогда, ну, не возникнет вот таких неприятных ситуаций и разочарования от предложения этого банка, потому что вы тогда будете знать конкретно, подходит вам это данное предложение или нет. Ну, и тем более сейчас цифровая экономика очень, цифровых сервисов у нас очень много, да, можно зайти на сайт этого банка, посмотреть предложение, буквально очень тщательно изучить предложение. Паспорта продуктов, так называемые, да, паспорта продуктов, где описаны все условия, они размещаются также на сайтах. Прямо вот есть название продукта, вы переходите, и можно посмотреть, скачать, посмотреть, распечатать этот паспорт продукта, изучить его, подходит он к вам, сможете ли вы платить. Там даже указываются все категории клиентов для отдельной категории, допустим, там пенсионер, такая это ставка для студентов, такая это ставка для зарплатных клиентов. Такая это, если вы не являетесь зарплатным клиентом банка, будет другая ставка. То есть вот эти все детали, конечно, менеджеру важно быстрее вас оформить, быстрее с вами заключить договор, про страховку тоже. Действительно, можно вернуть страховку, можно отказаться от нее в течение, да, в течение… Даже отказаться можно, то есть не платить ее? Да, можно вернуть и, ну, как, расторгнуть договор. А не платить вообще нельзя сразу при оформлении кредита? Ну, не платить, если вы соглашаетесь, то вряд ли. Там нужно смотреть все равно условия, как указано в договоре, потому что у каждого банка у кого-то сразу страховая сумма выплачивается сразу, у кого-то она включается в основной платеж, ну, вот, в ежемесячный платеж. Поэтому нужно все очень индивидуально, да, поэтому нужно проверять условия именно. Но почему важна страховка? Вот я, как финансовый консультант, да, все равно за то, чтобы оформлять страховку. И платить ее? И платить ее. Почему? Потому что если вдруг произойдет какой-то форс-мажор, ну, болезнь, потеря работы, не дай бог, там, какой-то летальный исход, да, то как раз страховое, если была оформлена страховка у человека, оформившего кредит, и возникает страховой именно случай, тогда задолженность по кредиту, она не перейдет наследникам. Понимаете? Вот если вдруг будет... И она погашается. И она погашается страховой компанией. Вот сколько там денег? Ну, страховка, она же как раз и подразумевает страхование той суммы, которую вы оформляете в кредит. Поэтому вот если так подходить, да, с такой вот, ну, с такой точки зрения и дальновидности, да, и тогда страховка-то как раз это такой, ну, в принципе, очень даже удобный инструмент защиты. Значит, то, что люди берут кредит, это означает, что они финансово грамотные. Я думала, что кредит берут именно те, которые не умеют, ну, как-то накопительную часть своей там финансовой, сами себе обеспечить подушку, или вот именно какое-то открыть банковскую карту, где они будут копить. То есть кредиты берут те, кто не умеет, финансово неграмотно не умеет распределять свои деньги. Не всегда это так, потому что кредит как раз и кредитная карта, это один из инструментов для достижения финансовых целей. То, что иногда какую-то вещь можно купить в кредит и платить ежемесячно, как бы, да, ну, например, автомобиль, вот, платить ежемесячно платю, потому что, ну, какую-то крупную вещь, которая… Ничего, что ты переплачиваешь, да? Да, в принципе, ты этой вещью будешь пользоваться длительный срок, например, там, больше пяти лет, больше десяти лет, да, то есть она прослужит вам больше тем, ну, в течение, например, того срока, за который вы будете платить, ну, в течение которого вы будете оплачивать вот эти ежемесячные платежи по этому кредиту за эту вещь. И получается такая некая рассрочка. И учитывая то, что инфляция, то, что там все равно, как бы, деньги, вот, они же дешевеют, и… А эта вещь, получается, она… Ну, как вы ее купите, не теряя, фактически, вот, те деньги, которые у вас были бы, если бы вы там копили наличными, там еще как-то, да, откладывали на эту вещь. Ну, в принципе, кредит – это такой хороший финансовый инструмент для ведения семейного бюджета. И не надо, ну, как… Просто к нему нужно относиться очень ответственно. Потому что если не платить по кредиту, вот тогда начнутся проблемы. И проблемы могут возникнуть, ну, самым неожиданным образом. Потому что вот как раз, когда закрываете кредит, любой вообще, или отказываетесь от кредитной карты, обязательно нужно оформлять справку в банке о том, что вы закрыли, и у вас нет задолженности. Спасибо. Мы продолжим буквально через две минуты. Сейчас будет реклама, и поговорим, я думаю, подробно об одной из неприятностей – это общение с коллекторами, когда ты не платишь кредит. Не теряйте нас, слушатели и зрители. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Рита Якушева. Говорим мы о том, как правильно оформить кредит, на какие моменты нужно обратить внимание. И выясняем, что банк – это все-таки больше друг, чем враг, хотя бывают ситуации разные. Но и часто бывает такое, что человек банку враг, когда он не платит свой кредит, и тогда банки вынуждены общаться с ним через посредников, через коллекторов. Как такое общение выстроить человеку, чтобы все-таки как-то решить свою ситуацию, когда, допустим, он не может платить кредит, потому что коллекторы же часто разговаривают очень невежливо и запугивают людей. У нас есть вопрос, слушатели, я тогда пока свой оставлю чуть-чуть на потом. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Христофор, города Ягутска. Да, Христофор, слушай. Я вот, у меня вопрос интересует такой, молодой человек взял кредит, ипотеку, да, симпатичный старый дом деревянный, и отдал на это, на банкротство ежа такое, да, что с ним последствия будет? У него могут, я могу ответить на этот вопрос. В принципе, процедура банкротства, она, ну, самая крайняя процедура для человека, это, то есть, к этой процедуре нужно прибегать вообще в самом крайнем случае, когда ты уже понимаешь, что ситуация совсем аховая. Но если долг по кредиту, допустим, да, и по кредитам не превышает стоимость всех ваших активов, которыми вы владеете, может быть, там, дом, квартира, машина, земельный участок, да, и может, вы можете оценить свои активы и оценить тот долг, по которому вы хотите подать на банкротство, и, получается, если вы за счет продажи, например, земельного участка сможете погасить эту кредитную задолженность и не проходить процедуру банкротства, то, в принципе, мы рекомендуем делать так, потому что если проходить уже до конца процедуру банкротства, то вы получаете управляющего все равно, и вы не сможете распоряжаться своими финансами, тоже как, ну, как свободный человек, скажем так, да, что все это будет контролироваться, все ваши расходы буквально там до копейки, и все равно будет происходить конкурсное управление, и все равно будет распродаваться ваше имущество для погашения. То есть все равно это процедура, которая, ну, крайне неприятна людям, хоть она и гарантирует там аннулирование там кредитов и долгов вообще в целом, да, но мы вообще не рекомендуем этого делать. Лучше проходить процедуру внесудебного банкротства, если уж, ну, идти к этому, да, или договариваться с банками, потому что банки всегда идут навстречу. Вот мы начали нашу тему с того, что банк человеку друг, и даже в том случае, если человек не может платить по кредиту, тем более если это ипотека, да, или потребительский кредит, не нужно скрываться от банка, нужно прийти и рассказать о своей проблеме, что да, вот у меня возникла такая проблема, я не могу платить, у меня нет сейчас средств, но я работаю над этим, я ищу работу, я пытаюсь что-то как-то исправить свою ситуацию, и помогите мне, пожалуйста, разрешить мою проблему, ну, или вот эту задачу, которая сейчас вот, ну, возникла, да, в связи с тем, что я не могу платить ипотечный кредит. И банк может оформить, если это ипотека, они могут оформить каникулы, ипотечные каникулы, они могут дать человеку возможность передохнуть, привести свои финансовые дела в порядок, устроиться на работу и так далее, и так далее. И спустя там, по-моему, минимум полгода человек уже возобновляется и заново начинает платить. Но вот тот период, когда вот, пока он не платил, все равно за этот период, там проценты начисляются, но они распределяются на весь срок погашения ипотечного кредита. Не так уж тогда и друг банк... Нет, это, в принципе, не такие большие суммы, на самом деле, чем человек платит еще и агентству, которое банкротит его, да, потому что там-то сумма немаленькая. Когда ты хочешь оформить себя банкротом, ты платишь огромные деньги, на самом деле, за то, чтобы тебе признали. Ну, эта сумма может быть, там, ну, не знаю, 60-50 тысяч, да, от 50-60. Ну, это же огромные деньги, на самом деле. Проще найти деньги на оплату ежемесячных платежей, устроиться на работу, привести свою жизнь в порядок и, как бы, достигнуть той цели, которую ты перед собой ставил, когда ты оформлял эту ипотеку или когда ты брал этот кредит. Ты же для чего-то его берешь? Ну, как это осознанный идет шаг, и человек к этому подходит осознанно. И эта осознанность, она должна оставаться в месте с ответственностью до окончания действия договора, который заключается с организацией. Не дай бог, конечно, в такую историю попасть. У нас есть еще звонок от слушателя. Алло. Добрый вечер, девушки. Спасибо за ожидание. Вам слушаем. Городная студия. Как вас зовут? Я Хангалатский урус Валерий Иванович. Добрый вечер. Я первый фермер, вот, сильно хорошо, плотно общался с банками. Поэтому на ваш вопрос вот хотите сказать, я хочу сказать, что банк скорее, наверное, друг, чем враг. Очень плотно общались. Мне даже предлагали кредит в 5 миллионов. Никогда такого там не было. И мы работали плотно, я считаю, что банки это очень хорошее. А вот финансовая неграмотность, это, конечно, уже не то. А вопрос у меня к консультанту такой вот. Что мы можем сделать? Я сегодня вот министр выступал по новым технологиям, ему тоже задал такой вопрос. Людей жалко мне, якутян, своих земляков. 11,5 миллионов мошенники со счетов забрали вот с карточек. Как нам вот пробить-то, чтобы люди хоть какие-то грамотные? Он говорит, приложение есть, то есть, это есть. Но люди-то несут и несут. Жалко, последние деньги же люди отдают. Вот что, Риза, ты сказала по этой части? Как вот наших людей научиться, чтобы они были маленькие финансовые грамоты и не поддавались на такую удочку? Они же сами добровольно несут. Даже смешно с другой стороны. У меня слов не хватает. Но жалко. Скажите, пожалуйста, Махтал. Вам большое спасибо за вопрос и за ваше мнение. Мне очень рада, когда слышат, как есть такая обратная связь, да, и понимаю, что ты делаешь свою работу не зря. И в первую очередь, конечно, моя, вся моя работа, вся моя деятельность и как блогера, и как руководителя регионального центра компетенции, она направлена на то, чтобы довести до людей основы финансовой безопасности. А именно, не отвечать на незнакомые звонки. Просто не отвечать. Если вы видите, что вам звонит незнакомый номер, не берите трубку. Если это ваши знакомые, которые с вами хотят переговорить, которым вы срочно нужны, они напишут в мессенджер. Они всё равно найдут метод и найдут способ, чтобы с вами связаться. А мошенники, они в мессенджер писать не будут, потому что это небезопасно для них в первую очередь, потому что это уже даёт конкретное подтверждение. Звонок, ну аудиозвонок, он на самом деле как бы звонок и звонок. Человек может записать его, да, этот разговор. Как вот вчера вышла статья, например, на одном популярном сайте, где девушка-журналист оказалась как раз свидетелем такого звонка. Ей позвонили. И она нашла в себе, ну как себя собрала в руки, быстро включила запись и всё записала, зафиксировала и написала отличный материал, который пригодится в качестве вот как, ну не знаю, это как пособие к действию. Да, как надо общаться вообще или вообще. Вот моё мнение, да, чтобы, потому что они же используют психологические приёмы, они разговаривают, они могут повысить голос, они могут поставить голос так, как будто у вас складывается впечатление, что вы действительно разговариваете с человеком из внутренних, ну например, из Министерства внутренних дел, да. Они же представляются, там я, там сотрудник полиции, такое-то, такое-то, или там прокуратура, или сотрудник Банка России, но мы уже не знаю, мы везде говорим об этом, и мы не перестанем говорить об этом, мы не перестанем проводить вот эту пропаганду по основам финансовой безопасности, чтобы моё желание вообще и результат моей работы должен стать такой, что ни один житель Якутии не должен страдать от действий мошенников. Вот это моя задача. Сегодня какое-то мероприятие проводит ваш региональный центр. Сегодня у нас был третий день марафона, это такое радостное событие, на самом деле мы в первый раз организовали марафон финансовой грамотности для муниципальных районов республики, и с 20 по 22 октября у нас были мероприятия для центральной группы районов, и как раз туда входил Хангаласский, УЛОС, Чуровча, Татинский, Намский и Горный, и мы приглашали на открытие, у нас было открытие, где присутствуют все главы, и все представители муниципальных образований республики, и объявили о том, вообще рассказали, что такое финансовая грамотность, чем мы занимаемся, да, и почему к финансовой грамотности относятся и Министерство финансов, и Министерство образования, и вообще рассказали всю структуру, которую построило правительство по повышению финансовой грамотности населения страны и нашей республики в том числе, что у нас работает региональная программа по повышению финансовой грамотности населения республики, и какие мероприятия входят в эту программу. То есть мы вот всё подробно прямо рассказываем. И на самом деле, когда видишь вопросы и видишь обратную связь от тех, кто присутствует на этих мероприятиях, ну здорово. И мы надеемся, что вот как раз благодаря таким мероприятиям у нас в первый день выступал сотрудник уголовного розыска как раз Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия Кирилл Кенандрий. И он рассказывал как раз о тех правилах, рассказывал о ситуациях, о тех правилах, привёл статистику, что действительно страдают больше те, которые проживают в городе Якутске, потому что самый густонаселённый у нас населённый пункт, получается, Якутск, и очень много пострадавших здесь. И страдают жители промышленных районов, к сожалению. Потому что вот, видимо, у мошенников действует такой стереотип, что если вот они там живут, значит, у них там зарплата вообще какие-то очень высокие, нереальные, да, что у людей есть доход, есть деньги и так далее. Кроме того, что не брать трубку, когда это незнакомый номер, если всё-таки человек взял трубку, потому что ситуации бывают разные, иногда ты ждёшь звонка просто, и ты не знаешь, с какого телефона тебе могут позвонить, и там могут быть какие-то любые учреждения. Если всё-таки человек взял трубку, и он услышал, что с ним разговаривают, вот так, и непонятно кто, и непонятно что. Первые слова мошенников, когда они звонят, да, они говорят, что вот с вашего счёта пытаются снять деньги, или на вас пытаются оформить кредит. Никто, ни один сотрудник банка не звонит с такой проблемой. То есть эти слова уже, это как сигнал положить трубку. Да, положить трубку и перезвонить в банк, если вдруг возникли сомнения. Спасибо. Мы сейчас снова прерываемся на рекламу, очень скоро вернёмся и продолжим говорить о том, как защитить себя от мошенников и как подружиться с банками. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Рита Якушева. Говорим мы на денежную тему. Вы можете к нам присоединиться по телефону прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Кто-то из наших слушателей, зрителей уже успешно это сделал. Продолжите задавать свои вопросы. Я хочу спросить о том, почему одних людей деньги любят, а других как бы не очень. Вот бывает же так, что человек особо и сильно усилит, и не прилагает, но у него всегда есть деньги. Бывает кто-то вот вроде и работает, работает, а денег не хватает. Это зависит в первую очередь от отношения самого человека к деньгам. То есть тем, кому деньги приходят легко, они в принципе думают о другом, но не о деньгах, не о том, как их заработать. Да вы что? Ну, в принципе, это настрой. Самое главное — настрой. Потому что бывает, что человек, например, два коллеги, одинаковая заработная плата, но один живёт от зарплаты от зарплаты, а другой умудряется, допустим, и в отпуск съездить, и купить себе что-то, и ни в чём себе не отказывает. И вот возникает такое ощущение, как будто он не только на одну зарплату живёт. А всё очень просто. Возникает. Да, возникло, есть такое. Но всё очень просто. Когда мы, вот сегодня мы говорили тоже на эту тему, вот этот марафон сегодня никак не… И вот перекликается, да, вот эта тема. И смотрите, вот когда человек ведёт свой финансовый план, он всё расписывает ведь, он знает, какой у него доход, какие у него расходы. Расходы он распределяет на обязательные и необязательные. Ну, то есть есть необходимые траты и необязательные траты, да, но которые, как бы, они есть. И он анализирует эти расходы, даже те, которые являются обязательными. Если у него в финансовом плане стоит, например, оплата ЖКУ, ну, жилищно-коммунальных услуг, оплата сотовой связи, и он видит, что оплата сотовой связи тысяча рублей, допустим, давно не менял тариф, позвоню-ка я к мобильному оператору и уточню у него. А вдруг у них тариф поменялся? И ведь действительно он звонит, и тариф меняется, допустим, он становится, ну, как стоимость его уже не тысячу рублей, а 400. Понимаете? Потому что мобильные операторы, они же тоже работают над тем, чтобы улучшать свои условия, ну, как-то привлекать клиентов. Сколько сталкивалась, столько рос всегда вот этот оплата. А у меня наоборот. Да, я позвонила, у меня было 1300, потом я снизила до 800. Сейчас я плачу 430 рублей за тот же тариф. Да, то есть тот же, он просто, видимо, какой-то непопулярный или наоборот популярный, но мне он подходит. У меня, в принципе, условия не поменяли, чтобы не рекламировать компанию после эфира. А поменялись, да. У меня там всё хитро, да. Номер один, мобильный оператор другой, то есть, ну, там всё. Всё вот так. И смотрите, надо анализировать даже обязательные расходы. ГСМ. Можно ведь оформить бонусную карту. И раз в месяц заправляться бонусной картой экономив, то есть уже теми деньгами, которые ты уже потратил. Бонусы же зачисляются за счёт покупок, которые уже совершены были, правильно? И там, например, сохраняется, например, у нас копится где-то 300-400 бонусов. И мы можем один раз машину заправить только бонусами. Сейчас, тем более, автозаправочные станции, они все предлагают эти карты. Оформить карту бесплатно. Вы её просто оформляете на заправке. Оформите, пользуетесь, и вы сокращаете свои расходы. Ещё один плюс, да. Потом, получается, мы смотрим, сколько мы тратим, допустим, на еду. Например, мы берём только макароны одной какой-то марки. А ведь можно же проверить состав, обязательно прочитать состав. И, может быть, макароны, которые стоят дешевле, состав у них ещё лучше, чем у тех, которые мы покупаем только потому, что мы увидели их в рекламе. Потому что нам какой-то повар сказал, что они супер-пупер. И мы только их теперь берём. Да ведь можно же так посмотреть. И выбирать, подходить с таким рациональным подходом. Вот почему финансовая грамотность, она как раз именно в той рациональности, в анализе. Потому что деньги любят счёт. Тогда, получается, человек, который так умеет в свою сумму уложиться, всё-таки он думает про деньги, он же постоянно с ними тогда вот как-то контактирует. Он с ними дружит. Он с ними дружит. Он не думает о них, а он просто с ними дружит. Он знает, как и куда их потратить. Он не жалеет их. Он просто с ними дружит. Они ему помогают жить. Вот, скажем так, простыми словами, если говорить, то, что у нас даже у Министерства финансов Российской Федерации есть портал «Дружи с финансами» называется. И вообще, в целом, когда мы говорим о финансовой грамотности и про деньги именно, что не нужно их боготворить, как-то вставить их выше своих каких-то принципов, идеалов и так далее. Деньги — это инструмент для того, чтобы вы могли правильно питаться, допустим, да, чтобы вы могли красиво одеваться, чтобы вы могли оплачивать услуги, допустим, косметологов, там ещё кого-то, да, шофёров, которые вас везут на работу, да, и, допустим, чтобы как-то упрощать вам жизнь и улучшать её. И, естественно, если не считать, просто вот, ну, жить и не планировать свою жизнь, и не желать каких-то, ну, не знаю, там, вещей, да, то есть мы же не идём там на работу, допустим, утром, да, и «О, парикмахерская, давай зайду!» Ну, не бывает же такого. Бывает. Бывают же спонтанные такие вот настроения, когда ты вот просто утром пошёл, и ты что-то такое незапланированное для себя сделал там или купил. У меня вообще такое часто бывает. В моём понимании вот деньги — это для удовольствия, когда ты вот просто себя можешь чем-то радовать и не задумываться о том, что ты будешь вечером есть. И мне кажется, вот это вот такая дружба в удовольствии с деньгами, когда вот они вот так есть всегда под рукой, и когда они вот в унисон твоему настроению. Беззаботность немножко. Беззаботность. Вот деньги нужны, чтобы жить беззаботно. Да, но всё равно, смотрите, в чём вообще секрет финансового планирования, да? Во-первых, когда мы составляем финансовый план, мы же что делаем? Мы оставляем 10% от своего дохода в резервный фонд. Резервный фонд, который мы формируем в течение всей своей жизни. Вот это же с ума можно сойти, если каждый месяц так садиться и всё это расписывать. Вот это в этом и заключается весь секрет вот этой вот финансовой дисциплины, потому что мы себя дисциплинируем. Мы начинаем делать первый шаг к тому, чтобы у нас был резервный фонд. Он так и называется — подушка безопасности. То есть это те деньги, которые мы можем потратить только тогда, когда нам они резко понадобятся. Вот. И что ещё входит в основной финансовый план? Мы расписываем туда цели. То есть мы расписываем все свои. Вот у нас, например, ноябрь месяц впереди, да? Что это? Подготовка к Новому году. Мы можем уже с ноября начинать. Кто-то начинает с начала года. Вот Новый год наступил, отпраздновали, 14-го вышли все на работу, там, или какого-то, 11-го числа мы все выходим на работу, всё, начинается Новый год. И с этого же месяца, с января месяца человек начинает копить на следующий Новый год. То есть он не тратит сразу всю зарплату ноябрьскую или декабрьскую вместе с премией, которую он получает в конце года, да, на застолье новогоднее. А он с января месяца потихонечку, по тысяче, по две тысячи откладывает на Новый год. И у него выходит нормальная такая сумма, которую, в принципе, он целенаправленно ведь копил. Но это точно не про меня и не про многих моих знакомых. А вот мы с вами будем, значит, над этим работать. У нас есть звонок слушателя. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Вот вы, говорите, канюкулу даете. Вы звук, пожалуйста, уберите. Звук телевизора уберите. Звук телевизора уберите. Ага. Алло. Алло, звук телевизора уберите. Ага, всё, вот сейчас хорошо. Слушаем. Вы говорите, что канюкулу дают, когда человек не может платить. Но почему-то у нас в Бирбанке, например, моя жена, три кредита у нее. Когда в больницу попало, они не дали канюкула. Но в больнице целый месяц пришли платить. Там пришло несколько процентов, около 6 тысяч, здесь не заплатили. Почему так? Спасибо за вопрос. Может быть, заявление надо было писать, что это может не объяснили. Кстати, банки сильно себя не утруждают в плане объяснения, когда какие-то такие ситуации, тоже, наверное, это все, они думают, что человек прочитал. А если человек уже преклонного возраста, что он там прочитает, если мы не объяснили? Конечно, да. Да, все надеются на то, что люди читают какие-то информационные порталы, которые касаются финансов и так далее. Но это на самом деле не так. Чтобы человек начал читать информационные порталы по финансовой грамотности или по финансам, надо, чтобы он столкнулся с этой или с какой-то проблемой, или с какой-то задачей, или, например, просто напрямую обратился к нам, или пришел на наше мероприятие, узнал об этом и уже начал целенаправленно изучать. Только так. Ну вот в данном случае, что я рекомендую сделать? Конечно же, написать заявление, обратиться с письменным, именно письменное заявление, приложить к заявлению справку с медицинского учреждения, которое подтверждает то, что человек находился в больнице, продолжительный срок, и попросить либо реструктуризировать долг, либо рефинансировать эти кредиты. То есть если не было просрочек, допустим, по кредитам, их можно объединить в один и тем самым закрыть эти несколько, а платить потом за один, но там все равно выйдет сумма меньше, чем бы ты, допустим, платил за три кредита. В этом и весь секрет программы рефинансирования. У нас осталась минута, еще столько вопросов осталось, и я надеюсь, что мы продолжим разговор в ноябре, наверное, уже, да, после вот ноябрьской недели, в которой мы отдыхаем, потому что есть еще вопросы, мы не ответили про общение с коллекторами, не успели, достаточно активно звонят наши слушатели, за что им большое спасибо, и спасибо всем тем, кто сегодня был с нами во время эфира своим вниманием. Можете несколько слов сказать, и у нас полминуты уже осталось, закончим. Спасибо. Ну, я, во-первых, приглашаю всех на наш марафон финансовой грамотности, который продолжается, анонс на нашем сайте fingramyakutia.ru и в нашем аккаунте в Instagram fingramyakutia. А по коллекторам я могу вам письменно написать, вы можете у себя в аккаунте разместить информацию. Хорошо, спасибо. Спасибо за сегодняшний эфир, и слушателям, зрителям спасибо за внимание, всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.